итак ребята всем привет выехал я сегодня на очередной коп в одну забытую совсем деревню я в ней копал где-то 4 года назад находки здесь были классные но на тот момент у меня был слабенький приборчик здесь всегда ветрено так что не обессудьте в камере будет постоянно ветер вот находки здесь были классные вообще классные здесь и масонские были и николаевские даже советы попадаются в общем дымовых ям практически не видно искать их нужно при помощи щупа и примерно так вот по ориентирам как голова у тебя заработать в общем сейчас верховые пока похожу пособираю так как у нас прибор сегодня ногта мы продолжаем искать настройки сегодня прогноз погоды был 20 за 21 22 23 так что ехал запарился пришлось уже совсем-совсем разгрешаться в общем верховые сейчас посмотрим вот а может быть потом и зашурфимся потому что я взял с собой еще и аську вот он у меня всегда в машине так что результаты думаю будут также я буду сегодня как и в предыдущем видео прям на копе чистить монеты кому-то сюжет понравился кто-то обхаял в общем все равно я буду вам показывать уже в конце видео сюжета когда монетки отойдут жидкости я уже как бы чистенькие монетки вам покажу какой сохран монет на самом деле при выкопанных их только что из земли просто закидываю в жидкости они очищаются без раз какой-либо патины без какого-то наведения лоска в общем покажу сохран монет так что сейчас легкие перекурчи и пить я пройдусь пробегу верховые сигналы посмотрю что у нас получится если меня видите значит вам стоит посмотреть видео сюжет до конца находки есть результат есть так что все и так ребята отошел от машины совсем чуть-чуть копнул всего три сигнала вот сигнал вот сигнал там вообще почему-то не было ничего даже цветных вот три сигнала и здесь вот вообще был приятный красивый сигнать очень красивый и выпала монета а красиво звучало вот как ах как красиво и это у нас копеечка скорее всего двадцать четвертый год до одна копейка 1924 года приятный задел очень приятный вот царская медь еще последний год хотя 25 еще есть последний царской меди так что приятный задел 1 медь ладно хороший задел хороший фактом что это деревня деревня перебитая а я сигналы все-таки вижу но долго находка нас не заставила ждать и выпала вот такая вот красивая декоративная конина предмет конскую кружи вот такой вот прелестью наши предки украшали наших лошадок приятная хоть и конина но достаточно красивая продолжаем ребят очередной сигнал и у меня выпала крупная крупная монета что за монета не знаю она в принципе такая знаете лысая так 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 что за монета его лопатой что ли задел да по моему лопатой задел видите свежий ну чуть-чуть так ну судя по размеру наверное пятак а то что лысый может быть это у нас низкопрофильный александровская до орел проглядывается вот он орел в принципе все монеты именно низкопрофильные они очень плохого сохрана так что это у нас пятачок год сказать пока не могу классно зачетная давно я крупные монетки не подымал да в этом сезоне еще крупных монет не подымал хотя пятак николаевский был но он размером поменьше это самая крупная монета которую я в этом году уже поднял классный задел классный прикольно ребят хожу я вот здесь вот куча ямок но радует то что это ямки закопаны а с другой стороны то что здесь возможно были находки их кто-то выкопал он все равно есть плюсы есть минусы ямки все закопаны ребята очень радует что здесь камрад копал добросовестный и среди ямок у меня сигнал и выпала монетка монетка вот она ничего еще чуть за монет такая болен такая монета мне вообще впервые две каких-то копейки непонятный 1909 год а с другой стороны вот такие вот вензеля это может быть австро-венгры я может быть ошибаюсь так что ребят поправьте меня но интересная монета такая монет у меня впервые ничоси откуда она здесь кто ее сюда притащил с какое время может быть с первой мировой такой-то солдат притащил фану да может быть австро-венгрию как раз годы войны наверное и все-таки оттуда все это притащили интересно классная находка ладно походим среди ямок может быть еще что-то ищется и так ребят вот моя ямка с двумя копейками какими-то из наземными и рядышком сигнал был и выпало колечко обручальная самодельная самодельная видно наверное из двушки было сделано но обручальное колечко вот такой вот сигнал прям тут же рядом также сейчас наверно углублено здесь посмотрим поглубже будем смотреть чем другие камрады и так ребят уже становится смешно здесь два сигнала цветных монета кольцо его здесь вот еще одна монета правда глубоко и это у нас что как хорошо две копейки смотрите какие две копейки год 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 тысяча девять тысяча восемьсот десятый годы наполеона тысяча восемьсот десятый ничего себе разбег сто лет классная классная монетка интересный участок может быть сейчас сюда машину подогнать здесь остаться а если что-то похоже на фундамент найду может из-за шурфицы здесь тема ладно идем дальше и так ребят хожу я между ямками и вы знаете обнаружил кое-какую статистику везде ну через одну ямку находится бычок бычок у нас 4 двойки вы представляете как часто курит товарищ или как редко он копает ямки но я бы не сказал что редко но фактом что кругом ямки и внутри находит вот ищет тоже четыре двойки это тоже вокруг и блин кругом-кругом эти бычки 4 4 двойки так что если кто-то меня смотрят 4 двойки вот я в принципе там где-то копал на холл нашел принципе нормальные зачетные находки сейчас наверное немножко перееду в другое место где я в свое время как бы возможно распаханный кошелек нашел он недалеко вон туда на час отъеду может быть там еще что осталось прохожу я мимо фундамента который был зашурфлен наверно в прошлом году и хочу вот на этом примере вот на примере этого фундамента что он начат неверно почему неверно вот откуда надо было начинать с этой стороны начинает шурфить и вот здесь вот с этой то есть всю остальную часть он уже начала засыпать если там были находки он бы конечно продолжил бы но фактом что ему бы пришлось вот это вот все заново перелопачивать так с этой стороны тоже вот поэтому здесь возможно даже был дом немножко больше то есть вот видите вторая комната вторая домовая яма и надо было вот так вот то есть нужно было делать первый штук лопаты и смотреть на счет вас ну для примера я вам покажу сигнал здесь у меня был сигнал здесь вот я его уже присыпал вот здесь в принципе хорошая засыпка с древесиной вот сейчас я вот видите засыпка есть и древесина а древесина это значит были подпорки или же полы на этом примере я вам показал что не стоит суваться сразу в центр домовой ямы и это неверно если бы зачетным был бы фундамент вам бы пришлось делать двойную работу ладно дойдем до машины и немножко передвинемся в сторону и так ребят пришел я к машине и решил свои монетки а немножко почистить водичкой обычно водичка вот она такая вот классная сейчас я вам чуть попозже с фокусом сделаю мытье то ничего вам не интересно но так двушечка копеечка двадцать четвертого жалко родной классной патинки нету но ничего пойдет пятак 1858 года наверное но он затертый до безобразия в общем беру свою жидкость супер наливаю в баночку много не будем я думаю находок сегодня не особо будет много но все равно в общем в баночку мы налили свою жидкость и бросаем туда наши монетки пятачок как вы видите затертый то есть даже не жалко так двушка принципе хороший бодрая тоже бросаем странную монету надеюсь это не цинк или не какой-нибудь олова алюминий иначе он умрет так и копеечка двадцать четвертого года тоже туда же бросаем и пускай они у нас там до конца копа поваляется ничего страшного час другой и с ними ничего не будет эта жидкость металл не трогай только окислы все безопаски оставляем на несколько часов и так ребята по этой дороге я не доехал на метров 500 дома были дома именно периода николая последнего то есть всего-навсего одно поколение раньше там цари у меня других эпох не попадались и когда я ехал я обнаружил по правую сторону столбушки да это подпорки и было грех не остановиться и посмотреть верховые сигнальчики я здесь уже ковырнул вот в основном кровельное железо вот столбик вот столбик здесь кирпичи здесь я прозвонил эпицентр чтобы сбрасывать сюда засыпку дом стоял закачивался вот здесь вот и по ходу вот а там вот видите такой тоже холмы и небольшая насыпь такая углубление это по ходу был пристрой к дому стоят фундаментные камни значит вон в том углу тоже должен быть такой же камень я здесь начал первые капки делать посмотреть что за засыпка будет здесь в принципе засыпка есть но не особо интересная глубже идет красный кирпич очень глубокий и я решил в другом месте вот еще столбушок стоит здесь по ходу местные с этого вот участка сбрасывают мусора что ли что вот такой вот бугор земли какой-то срезанный и как вы видите тоже решил с углов как вы знаете прозвонил тоже все углы дабы может быть закладные но нет закладных не было и вот монета монетка три копейки так три копейки блин 57 года 57 год но сохран хороший я его в жидкость бросать не буду обычной водички пройду потому что ровный без болячек патина ровная так что жидкость мы ее бросать не будем ладно вот такой вот фундамент я думаю немножко здесь задержаться посмотрю на наличие здесь хорошая в принципе засыпка горшочки а кирпичи вот и самое интересное приятно здесь кости 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 кругом кругом косточки всякие вот кости а кости это признак того что это на самом деле был дом потому что люди как и кошки все таскали под полы вот так что здесь вот немножко обоснуемся на какое-то время ладно продолжаем и так ребят здесь где-то в камушке в каком-то у меня должен быть сигнал о смотрите вот в пальцем держу и что за монета так это тоже советская монета 15 копеек 46 уже радует 46 год вот значит домик во время войны стоял но она ведь уже под небольшой зеленью краснота так что эту монету мы в жидкость бросать будем продолжаем начал 2 штук лопаты снимать и на выброшенном грунте была монетка вот она монета так что это 20 копеек щитовичок класса год к сожалению сказать не могу красная монета но зачет 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 тем что 31 год очень редкий 40 34 очень-очень редкий и дорогой так что всего-навсего четыре года три года ну да на 34 года выпускалась эта монета с 31 по 34 год и довольно таки приятно их находить нечастые они но в целом ладно 32 33 в пределах 100 рублей идем дальше ребят тут же в этом же отвале еще одна монетка и судя по размеру это наверное 10 копеек до 10 копеек год 40 45 до 45 год 10 копеек сейчас я пока не знаю сколько она стоит но вы уже знаете ладно продолжаем итак ребят докопался я до первого венца вот он венец 1 и сейчас вдоль него я буду копать то есть определил я как стоял дом и мне теперь нужно немного туда срезать чтобы найти другой край венца и вдоль этого венца идти туда все ориентиры есть теперь вообще просто все выгребай и и прозванивай и вот она монета вот такие шуфы мне нравится каждая выброшенный грунт прозвонка и монета 15 копеек сорок восьмого года ну по моему не частый год сорок восьмой не знаю так что ладно каталог покажет 42 надо на вот ребята сегодня первый пятак а сохран какой были в этом фундаменте все алюминистые бронзы вообще шикарно сохрану ни одной болячки ровная патина офигенно были бы редкие еще монеты а сорок шестой год это и тридцать первый год это самые популярные пятаки и самые дешевые ладно классно классно кстати бутылку еще поднял вот такая микстурная бутылочка пузатая здесь даже часть наклейки осталось это микстурная бутылка аптечная самая популярная из всех бутылок и вот ребят наконец-то долгожданная монетка срезал вот такой вот объем работы штык-лопаты и только появилась монета монета это 15 копеек сорок первый год начала войны классно 45 есть 41 есть зачетно все монеты красные ладно это хоть радует то прям одна за другой вот из этого места вылетала прямо одна за другой а тут что-то стало ладно идем по дальше продолжаем и так ребят кто-то из вас внимательный и задаст мне сто процентов такой вопрос саш ты вот постоянно говоришь о засыпке а сопутки но мы видим у тебя чернозем да ребят засыпки нет но чернозем чернозем рыхлый и очень глубоко находится кирпич я на этом не останавливаюсь что чернозем я вам постоянно говорю что нужно копать до материка материк и это не просто чернозем это прессованный грунт как вы видите вы здесь вот я последний штык сделал лопаты больше не буду потому что кончиком лопаты вытащил вот видите камень прессованной прессованный грунт это означает что теперь я вот это вот место буду засыпать отсюда не туда кидать а уже свой шурф тем временем присыпать находок здесь больше не будет так что имейте ввиду прессованный грунт должен быть прессованный так ребят сигнальчик крупное что-то из-под вот смотрите бревно его уже раздолбил проходит туда походу здесь был вход я думал что вход с этой страны но нет вход здесь по ходу был и монета ох это царь николаевский образец так душка наверно так душка не трешка трешка ух какая год 1902 год сохранчик вроде будет нормальный сейчас на чай пить и пойду и эту монету тоже в баночку закину классная монета зачет 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 я думал одни советы здесь будут но нет есть небольшие болячки царе но ничего забираем двигаемся в сторону вот этого столбика ребят после трешки срезал еще здесь вот небольшой участок и вот здесь вот четкий сигнал и сейчас посмотрим так нет вот в этом камушке а вот на вот на монетка прямом эфире 15 копеек год черт перчатками замазал 53 по моему красная ну ладно советик рамочник 53 год вроде до 53 год красная до безобразия будем убирать эту красноту хух хорошо погода вообще прелесть даже пикет прохладный ветерок сегодня весь день пожар пожар там был погас потом возрос опять там пожар был там пожар был вон там опять пожар идет прям я не знаю может там специально поджигают потому что это уже наверное за сегодняшний день пятый или шестой специально может жгут вон там чуть такой а это вихрь ладно продолжаем и так ребята еще одна подсказка в шурфе когда вы доходите вот до такого пенька обязательно посмотрите шатается он если шатается вынимаете чтобы вам во первых не мешал а во вторых такие вещи закапывают всего-навсего по своему опыту где-то примерно сантиметров на 30 на 40 такие столбушки и когда вы докопаете до конца этого столбушка это уже будет сто процентов уже материк так что это вам как говорится в помощь он у нас легко ходит значит здесь нам копать не глубоко еще максимум на штык лопаты и будет материк и так ребят подустал я немножко бороться с кирпичами кирпичей очень много я такие фундаменты как бы не люблю монета в принципе здесь еще есть потому что площадь шурфите вот такая вот огромная но кирпича ух много я лучше сейчас возьму приборчик но кто и отправлюсь вон туда вон поближе к речке там высохшее русло и там вот похожу еще раз хочу сказать что там в принципе была эпоха николая так что сейчас туда и так ребят неподалеку от меня находится кладбище и она явно старая потому что я здесь больше кладбище не видел на этой деревне ну и здесь проходит дорога сейчас я быстренько пробегусь по дороге туда поближе кладбищу явно когда хоронили наверное все таки через нее через русло не могли просто переносить и по дорожке сейчас пробегусь и посмотрю вот а потом заскочу и на фундаменты первым разом когда я прихожу на новые места я в первую очередь не лезу на фундаменты шурфить и все прочее я в первую очередь всегда прозваниваю дорогу и всем это советую потому что по дороге всегда ходили передвигались повозки в общем большое количество людей по ним проходила естественно там находится и потеряшки вот и эти потеряшки довольно таки всегда находятся быстро потому что не на глубокой высоте они находятся даже аська 150 запросто подымет ну а потом когда всю дорогу прозвонишь вот тогда уже начинаешь ходить возле домов ну и в последнюю очередь только шурфить в последнюю очередь только шурфить но сейчас быстренько пробежимся и посмотрим так ребят пробежался я по дороге ничего интересного не было и вот вернулся зашел на второй фундамент с краю вот там тоже фундамент чистенько но здесь вот в принципе ковырнул уголок получается уголок возможно монета была незакладная древесина вот и монетка вот на монета может быть даже и закладная так силуэт николаевский затертый размером стрюшку до монета ребята убиты 1880 какой-то одно название монеты затертых печалька печалька еще не небольшую деформацию имеет ладно 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 по крайней мере кругленький медненький пойдет ребят подошел я к одному фундаменту до домовой ямы так таковой нету но видно кругом крошенный кирпич и вы здесь вот очень мягкий грунт и был звонкий сигнал прям вообще царский такой чистенький чистенький и это у нас медь так у орла крылышки вверх это значит понятно битая напрочь двушка царица полей александровская двушка 1800 какой-то жалко жалко монетку и сигналов здесь очень много прям болен и все звенит все брончит так что не знаю сейчас по этому фундаменту круги будут нарезать не год не разглядеть но с уверенностью могу сказать 1800 какого-то года где дальше итак ребят пришло время попрощаться закончу я сегодняшний коп хоть и солнышко сейчас еще высоко вот но хочу закончить этот именно этот видеосюжет с этой деревни и хочу успеть еще до темна на одну распашку где в принципе там одни советики но очень большое количество было в том году и хочу добежать туда заскочить авось может быть там разбрановали небольшой крючок надо будет сделать километров сколько километров наверно 15 но ничего страшного факт том что на разведку всегда нужно ездить сегодняшний коп получился достаточно приятный тем что и царики и советики ходили по верхам и пошурфились в общем интересно тем что затронули все темы шурф и верховые по находкам вы сами все видели нормально но сейчас я вам покажу монеты после чистки которые успели почистить чистил я только сегодня медные монеты не хотел в банку закидывать и алюминистую бронзу и медные никелевые монеты в общем только медь кое-какую я почистил а то что как алики я их даже и не пытался потому что они убиты и даже не стоит их чистить но в среднем так ничего не плохо получилось сейчас давайте к находкам по находкам 16 монет я уже посчитал шмурдичок вот это вот вещеца то ли алюминий то ли что одну такого звонкого сигнала я еще в жизни не видел так он звенел особенно вот на приборе ног то это прям я не знаю я чуть не оглох от звонкости думал каком серебро хли что-то оказалось вот такая пуговка я конечно же по ней лопатой сзади вот на дороге которая проходит у нас к цель кладбище вон там на конце деревушки подняла несколько ерундовин то есть поднял там колечко от уприжи конинку вот именно вот эту вот конинку вот в принципе по шмурдяку вы все видели ничего интересного на этот раз нету по советам зашурфился я и увидел то что копеечка было 60 62 года то есть там вот шов который я делал именно последняя дата 62 года возможно до этого года там еще кто-то и жил вот а по советам что у нас получилось интересно то что пятнашка 41 пятнашка 46 пятнашка 48 53 вот 10 копеек 45 пятачок 46 трешка 57 и 20 сейчас скажу по моему 32 год да по моему 32 ну и очень было приятно и на удивление поднять вот такую планету не знаю что за монета конечно же я уже прикреплял чей царь именно этот наверное все таки какой-нибудь австроменгер вот так что так вот копеечка 24 вообще огонь почистилась ни одной язвочки на ней нету вот темные пятачки это ерунда я именно пытаюсь чистить до того момента пока нету на них болячек а цвет это ерунда эти два какалика я даже не забрасывал потому что полный отстой и видите она деформирована заточено сточено удары каких-то на ней вот это у нас трешка 1881 года вроде ли восемьдесят четвертого вот тоже затертый я тоже не бросал ну и пятачок низкопрофильный тоже оказался при жизни был затертый и ничего интересного но я постараюсь что-нибудь из него сделать и в конце видео я конечно же когда приеду домой приложу так что если вам любопытно что с ней я сделал можете до конца досмотреть вот следующая монета это 1810 года вообще классный классный сохранчик рельеф высокий болячки все сошли до сошли вот то что имеется пятна это ерунда трешка не успелось почистить потому что я его последнюю выкопал и остались небольшие болячки то есть она у нас будет еще доходить домой приеду брошу и пусть чистится вот так что вот так вот ну ладно кому не в терпёж можете заканчивать смотреть мой видеообзор вот а кто любопытный может до конца досмотреть сейчас приеду домой и вам покажу что у нас получилось ну а так в целом ладно все поехала домой всем пока итак ребят приехал я домой и хочу вам показать что получилось у нас и шурфа и как монеты выглядит в общем две монеты которые я вам демонстрировал я их не собирался даже чистить жидкость я ее не бросал но факт том что прошло где-то пять дней и и смотрите с доступом кислорода монеты стали еще сильней болеть вот так что если монеты не почистить полностью чтобы на них не было больше болячек нужно их чистить до чистого металла до чистого чтобы не было потом вот таких вот произрастаний болячек повторюсь еще раз эти монеты не чистились просто были промыты водой и в течение пяти дней на них вот образовались вот такие новые некрасивые болячки я их не планирую чистить потому что монеты ушатыми вот так что смысл никакого не было вот и из ушатанных монет помните пятак он был тоже был полностью убит ушатан и слегка ребят слегка я постарался поднять рельеф монеты 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 тоже пятак низкопрофильный александровский они очень всегда плохого сохрана но я рельеф поднял и в принципе уже стало видно год 1859 еще раз скажу что монета была полностью убитая и лысая рельеф немного поднял и выглядит уже неплохо что мне порадовала из царских монет вот такая вот царица полей 2 копейки 1810 года достаточно приятно тем что рельеф высокий вот и слегка я его еще немного приподнял ну так что монета тоже порадовала и нормально вот эту монету я тоже считаю дал жизнь потому что монета тоже была не очень хорошего сохранщика вот на внешний вид была затерта полностью рельеф поднял почистил и вроде как появилась вторая жизнь следующая это у нас одна копеечка двадцать четвертого года тоже почистил полностью до чистого металла нанес небольшой на ней вот такой то исторический сюжет патины и немного поднял рельеф и монета заиграл новыми красками так вот на еще интересная монета 1909 год достаточно приятно она почистилась вот это у нас не медь это у нас латунь или бронза даже приятная монета описание все вы видели на экране очень шикарно почистилась монета пятьдесят шестого года смотрите практически штемпельный блеск ну на копе я вам сразу и говорил что монета очень хорошего бодрого внешнего вида и после чистки и небольшого нанесения лоска полировки монета прям как из-под станка так но к сожалению не все монеты получается восстановить некоторые монеты просто ужасные но попытки все таки были вот видите вот видите тоже монета убитая вот в принципе после чистки монеты выглядят вот так вот очень часто задают вопрос александр после преобразователя ржавчины монеты красные да красные вот эти пятна можно только удалить при помощи полировки вот от полировал и монета заиграл новыми красочками вот для образца хочу вам показать вот монета одна половина от полирована другая после чистки с красными пятнами и получается примерно вот так вот интересно то что я сделал я эксперимент вот с этой монетой эта монета у меня пролежала в преобразователе ржавчины ровно два дня здесь я ее отполировал а здесь оставил для показа вам что преобразователь ржавчины чистить может и без красных пятен красные пятна могут удалиться если вы монету долго держите именно в этом составе и я сделал эксперимент полежала два дня и вся краснота сошла она была красная ну и одну сторону я немного отполировал и выглядит достойно вот есть монеты в принципе очень хорошего внешнего вида вот как вы видите трешка пятьдесят седьмого нормально почистилась одна сторона нормально выглядит классненько а вот вторая видите вся была в болячках в язвах и такие монеты я пускаю на панно то есть ту сторону просто наклей и приклеиваю где выглядит достойно так что старым убитым монетам можно еще дать какую-то жизнь на существование в виде панно так что все на этом и все результат я вам показал какие монеты у меня после чистки именно после шурфа думаю пойдете и будете советоваться именно как, что, зачем и почему так что на этом и все всем пока до новых встреч до новых встреч на этом стоит рецепт